привет всем добро пожаловать на наш канал сегодня я хочу рассказать вам об удивительном месте где мы часто бываем с семьей на выходных и так поместье ван дер билдов орлиное гнездо или иглс nest в графстве саффолк на лонг айленде это летнее имение уильяма кей ван дер билда 2 в центр порт штат нью-йорк советую совершить эту живописную прогулку по территории имения а затем лично посетить музей и особняк ван дер билда эту капсула времени привилегированной жизни от эпохи джаза до второй мировой войны начале 20 века на золотом побережье восточной части острова лонг айленд на северной его ветки сосредоточились вся власть и богатство америки не случайно и особняк из великого гэтсби был списан с одной из таких усадеб к сожалению он не сохранился замок принадлежал уильяму кисаму ван дер билду второму и был построен в испано-марокканском стиле известной архитектурной фирмой ворон и вэтмор из нью-йорка с 1910 по 36 год эта фирма построила по заказу ван дер билда в гранд централ терминал главный железнодорожный вокзал в нью-йорке где находился и офис откуда несколько поколений ван дер билдов управляли своими железными дорогами у или кей как его называли был правнуком корнелиуса ван дер билда который сколотил одно из крупнейших состояний америки на железных дорогах и судоходных предприятиях или построил свое впечатляющее поместье орлиное гнездо площадью 43 акра и особняк в стиле испанского возрождения с 24 комнатами поэтапно поместье и особняк занесены в национальный реестр исторических мест особняк орлиное гнездо необычен для усадебной архитектуры на лонг-айленде из-за своего испанского дизайна стиля который редко встречается в этом регионе дворцовый стиль испанского возрождения на самом деле не столько испанский сколько личные воспоминания посредиземноморских впечатлениях ван дер билда интерпретированных его архитекторами в период строительства поместья которая длилась более 25 лет изделия из металла самуэля елена выдающегося мастера своего времени по железу является последним элементом характеризующим этот необычный стиль замок трудно показать полностью так как он частично скрыт за деревьями которым больше ста лет музей состоит из самого дворца каретный дом кейридж хаус морской музей of fishes внизу находится бывший бассейн соленой водой а в 1971 году в музее открыл свои двери и планетарий чарльза и хелен рейхард тем самым расширил возможности музея заинтересовать посетителей лодочный домик и пристань служили дом для величайшей страсти ван дер билда парусного спорта другая его страсть автомобильные гонки билли построил на лонг-айленде первую скоростную автомобильную дорогу что положило начало экономическому подъему этого острова и внутри музея в автомобильном гараже поместья стоит красавица линкольн который был сделан по индивидуальному заказу ван дер билда в 1928 году уильям кисом ван дер билд 2 старший сын кисома ван дер билда в свою очередь имел троих детей сына и двух дочерей тридцать третьем году сын уильям кисом ван дер билд 3 погиб в автомобильной катастрофе и на этом прекратилась прямая линия наследников по мужской линии в этой семье в память о сыне отец пристроил к усадьбе отдельное крыло в котором разместил большую коллекцию охотничьих трофеев собранную вылеван дер билдом третьим во время сафари по африке а также сувениры и призы доставшиеся тому во время автомобильных гонок сам же у или кисом ван дер билд 2 умер 8 января 44 года от болезни сердца и был похоронен семейном мавзолее на маравском кладбище на стейтон айленде в нью-йорке дом наполнен старинной испанской мебелью многое было куплено в монастырях украшен резными балочными потолками дверьми ко всему общему удивлению выполнены местными мастерами очень искусно к сожалению снять на камеру или сфотографировать интерьер внутри не удалось поскольку съемки внутри запрещены но это и не нужно гораздо интереснее было слушать рассказ самого гида это еще одна возможность посетить поместье лично спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки и подписывайтесь